здравствуйте друзья меня зовут александра паснова я рада приветствовать вас на канале закорнял цветочник сегодня вам расскажу про очень необычный вид красула называется она вы говорите не могу красула ложно-плауновидная почему ложно-плауновидная потому что есть еще плавновидная красула и я сейчас вам расскажу чем они отличаются почему она называется ложно плавновидной с этим растением я познакомилась очень много лет назад не знаю где взяла его мама но это был явно не магазин то есть она его откуда-то принесла и сказал ты какая чудесная травка мы воткнули в кактус и она у нас там стала расти и уже много лет спустя когда начала привозить цветы я узнала что это красула друзья я вообще равнодушна к красу вам хотя суккуленты я люблю но вот эта красотка она покорила мое сердце меня часто спрашиваете какие растения я люблю могу сказать что к ней я питаю особые чувства просто потому что ну она чем-то наверное похоже на репсалис а я репсалисы обожаю посмотрим на нее поближе то есть это такое вот травянистые скажем так суккулентное растение с очень интересными листиками видите у нее они как бы собраны такими пирамидками и вот эти вот прям кусочки пирамидок идут в разные стороны вот и сейчас нам крупные планы разные покажет в чем ее прелесть и и никто не жрет она ничего не хочет я ничего не нужно то есть все что нужно ее поливать раз в неделю совсем чуть-чуть вместе вот как с кактусами поливаю она очень хорошо разрастается и вот здесь у нас сломались две веточки в процессе перевозки я прямо сейчас сразу покажу что с ней делать как она вообще собственно размножается то есть мы берем вот так вот веточку делаем ямку земли и вот так вот и и туда ставим сейчас у нас просто земля сухая мы подцепим и покажем все и вот так она у вас будет расти то есть просто взяли воткнули она пошла расти сейчас веточки оставлю юрпации подземельки туда свежий мягенькой приткнет их и она будет у нас размножаться собственно прекрасная чем еще растение почему я ее очень люблю она хорошо идет в подсадке в мини садике то есть прекрасно она выглядит можно брать какие-то высокие суккуленты а ее использовать как травку на хорошо стрижется то есть вы можете не давать ей сильно расти потому что есть одна такая тонкость если вы не будете ее встречи она у вас будет расти у нее нижняя часть деревенеет она становится таким твердым столом край коричневым и с этого ствола уже вот такая вот густая зеленая крона скажем так волосяной покров но это не очень красиво она со временем становится более толстенькой почему ее называют ложноплавновидной чем она отличается от плавновидной отличаются они только расстояние между вот этими листиками у плавновидной красу вы просто сплошняком идут листья без вот таких пробелов если есть расстояние это ложноплавновидная больше они не отличаются собственно ничем ну то есть только вот такой внешний вид который но это видно безусловно но это нужно знать вот этот нюанс и так друзья красула деньги в дом растет просто мгновенно пусть они меленькие денежками найти как копейка рубль перешет все в дом все в дом можете подсадить и к абсолютно любому суккуленту если у вас выросла красула и голый ствол да вот очень многие выращивают у нас красула на штамбе не обрезая вовремя если вы не хотите укоренять черенки и делать более густой куст вы можете ее подсадить можете просто сбоку подсадить она будет вот такой красивой зеленой волной и постоянно обрезкой черенкованием вы получите просто такую травку травку зеленую газонную который не требует опрыскиватели опрыскиватели не требует опрыскивания мы не требует ни удобрения особых не чего то есть все что и нужно солнце немножко вашей любви вот рекомендую от всей души потому что это действительно то растение которое абсолютно неприхотливо и новички особенно обратите на нее внимание потому что ее убить практически невозможно маленький кусочек отваливается прирастает начинает расти так что рекомендую от всей души это было я александра паснова и красова ложноплавновидная спасибо что досмотрели нас до конца надеюсь до новых встреч но еще маленькая ремарка грунт либо универсальный для кактусов и суккулентов удобрения для кактусов и суккулентов но это ей особо не требуется вот теперь точно все